здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 23 марта 2015 года каналов подготовка программ плохие новости я вячеслав мальч со мной студии эдуард баба джанин и у нас опять прямой эфир вы будете смеяться до 5 прямой эфир вот нам пишут наши спонсоры деда вячеславу на победу тоже вячеслав прислал и вот у меня закралась смутное сомнение может этом рома валеру попытаешь может не зря тебя дедом уже назвали же пора пора уже на комнату 101 от тимура ивановича я так понимаю оруевская 101 нет там какая была вырвала 101 точно точно я залез в википедии проверил а я был не ошибаемся да хорошо да но там есть еще фильм какой-то 101 я думаю что тот имеется ввиду пытушную вячеслав процесс передачи концессии там длинные письмо на я самую суть просто процесс передачи концессии а фактически территории россии китаю запущен как его остановить вот рамазан спрашивает он вот выдвигая говоришь с помощью сша только что нет договор во первых заканчивается в восемнадцатом году конечно и многим не только сша абсолютно это не выгодно поэтому сейчас вот если сейчас начать обратный процесс то еще все поправимо я боюсь что тогда когда мы сможем к семнадцатому году всю эту власть нивелировать будет гораздо сложнее намного сложнее потому что в ребят тоже сидят слажа руки они каждый день что-то делают в направлении сидят слажаны чайки ну да последнее время замечаю что настроение от крым наш у многих переходит в нам крыш а как по вашему мнению теперь настроение о ввх да у него плохое настроение я говорю с того момента как сбили боинг когда он понял он без человек недалекий понял только в самый в самом конце то что ему пытались донести вот если он слушал арт подготовку наверное он бы программа плохие новости наверно такого не учудил он как бы слушает только сам себя но и ближайшее окружение не очень умная поэтому вот так получилось а я еще хотел сказать вот отношения вчера встретил соседку свою бывшую но она моего возраста всю жизнь она физически работает там маляром штукатуром и так далее у него очень приличная семья там все рабочие люди и так далее и встречаю на такая довольная ну она по жизни довольный человек разговаривает со мной ну я вдруг выясняю что все плохо все плохо но она счастлива улыбается всегда так она привыкла так жить и я как-то в легкую я не знаю я давно не видел не знаю как у нее настроение относительно крыма путина что-то вкидываю она говорит да вот мы все ждем когда ты придешь чтоб всех этих там туда-сюда а я говорю а ты слушаешь меня нет а где я говорю как же в интернете оказывается она не пользуется интернетом информацию только через телевизор получает знает что путин хуйло и все остальное прочее абсолютно я говорю откуда ты все это знаешь она бы ты хочешь очевидно а это очевидно что нам крыше что я говорю а кто так еще буду вся семья гать моя так думает и тут я понимаю что не все потеряно представляешь люди которые подвергаются ежедневно киселевской обработки а она на них не прилипает я просто представил я все выключаю ничего не слушаю ничего не знаю целыми днями работаю на стройке до вечером прихожу включаю киселеву там рассказывать про бендеровцев злых там про распятых мальчиков как я должен относиться но наверное бы на меня это подействовало пропагандах вот на нее не действует вот в чем дело я прям был потрясен и очень порадовался ну вот тут короткое сообщение такое вячеслав прав но я думал читать не читать но белый плохой свет пишут настройте камеру нет вроде свет на же самый свет они да кстати чуть 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 слабее свет но может быть за счет той вам ладно вот думал читать не читать но наверное вот так кусок я зачитаю потому что длинное письмо ругательных на такое вы болели душой за убитого жида и паразита немцова а таких жидов весь кремль убрав хуйло проблема останется но имеется ввиду что что будет то же самое но вот я не знаю как вот ну вот во-первых проблема не останется потому что уже как бы этот сидит 15 лет и определенная система создана совершенно порочная поэтому любая власть если она будет меняться хотя бы каждые четыре года она не успеет стать такой просто она должна быть сменяема ну и в меняем и еще понятно поэтому я не согласен лицова я знал лично абсолютно меняемый человек был не жилоб ну и вот тебе предлагает дмитрий отгадать загадку сейчас новый мем стоит дед 100 шуб одет уже прочитал да нет нет я загадка политическая 100 шуб одет ну наверное и этот как шубохранилище логично да это я вспомнил у меня у знакомая достаточно много детей вот и она загадывает младшему кому-то младшему сыну не еще дочь младшая она загадывает загадку про лук да там сидит дед 100 чё там одежек одет кто его раздевает тот слезы проливает мальчик кричит бомж да вся эта вот наша действительность путинская да ну вот мне прислали тут про блины на лопате вы знаете про эти блины а еще тут оказалось уже до этого были подобные вафли в томске праздник вафли хорошее название просто обалдеть праздник вафли в томске потом с пензи вот на днях сбрасывали колбасу с самолета не видел видимо замечательный сам-2 скинули колбасу на парашюте народа колбасу подхватывал в общем развлекают все как могут но праздник вафли это конечно это очень творческий подход такой креативная умер аркадий арканов русский писатель сатирик драматург получает все умерли да нужно приличный был дядька аркану то есть можно упомянуть добрым словом по крайней мере недельный траур объявлен в памяти о премьере сингапура ли куан ю да от меня спрашивали не слишком ли жесткими методами он действовал поскольку сингапурское чудо как скажем считают что он создал своими руками но я думаю что не только он там и помощников был навалом и кроме всего прочего насколько я понимаю к абсолютной власти не стремился это очень важно да то есть он делал пытался сделать ну там много особенностей вот я залез в сегодняшний прям новости и посмотрел что агентство бломберг опубликовал рейтинг стран в которых наиболее эффективно тратиться деньги на здравоохранение первое знать кто идет какая страна сингапур конечно то есть это особенности или там вот опубликовали сегодня тоже данные о том сколько власти получают вот премьер-министр сингапура получает больше всех гораздо намного больше всех он получает 1 миллион 700 тысяч а президент сша на втором месте 400 тысяч я в долларах имею ввиду канады 260 меркель получает 234 а путин 136 он самый бедный такой в десятке первые десятки ну понятно что не самый бедный вот ли куан ю как раз сделал чтобы люди могли получать как там топ-менеджеры да то есть когда судей по миллион долларов получать в год но при этом чтобы не было коррупции он решил как вот там один деятель здесь в россии выступил недавно ты мне прислал что коррупция коррупция не надо бороться да вот это выдумка 5 колода ли куан ю оказался 5 колонны и сделал все правильно это это направление правых то есть вот честный нормальный правый сделал вот так в общем с сингапуром но может быть в то время и нужно это было сделать именно так потому что все понимают что было огромное красное влияние из китая и там не было бы никакого раннего экономического чуда а там также бегали бы хунвейбин если бы он это допустил ну и или может быть стали бы что-то отстраивать там в двенадцатом году а может быть и не стали бы никогда то есть может быть уже потеряли бы темп это же нужно понимать что сингапур достаточно маленький город город государства там конечно госкапитализм конечно все очень жестко конечно там смертная казнь но многое другое но тем не менее там один из самых больших ввп на душу населения нужно посмотреть и вот я посмотрел плотность населения в сингапуре на сегодняшний день а наш каждый день меняется там они подсыпают и плотность населения меняется но они правда еще и сами рождаются вот 7000 437 человек то есть они на втором месте по плотности после монако но понятно нельзя сравнить сингапур и монако то есть некие особенности человек ухватил смог человек ухватить вот как именно в этом месте нужно делать вот сейчас потому что нет общего нет шаблона нельзя к сингапуру там к монако и китаю один и тот же шаблон приложить не получится нифига поэтому то есть когда мы пытаемся в какие-то рамки и вот схемы ввести не получается у нас для всех одинаково рецепт конечно конечно получать что как нельзя капитализм социализм это только такая условность да на самом деле везде все по-разному везде везде все по-разному вот движение вот этих ребят сингапуре правых было направлено на том что на то чтобы скопировать англию там англия да помилуй бог да это вообще как небо и земля совершенно разные схемы управления вообще все разные в англии что вешают за шею кого нибудь там не так встал не так сидишь ты а уже подвесили за наркотики зачем хочешь то есть ну да там азиатский подход к этому ну там азия там не может быть англии потому что англии в англии а сингапур в азии сингапур это наполовину китай поэтому конечно то есть то что они видели как бы как как свой путь к англии да там вот перенимать с нее что-то это это их видение мы видим это абсолютно со своей позиции абсолютно по-другому они вообще думали что они англию ну вот построили сингапур ну еще вот гибель 1 сына янукович младший сын януковича ну как бы много было за последние 2 2 дня и значит непоняток вроде бы с последним подтверждением что да действительно погиб именно цене ну куда это был сразу очевидно вообще абсолютно очевидно сразу просто как ты в кремле вот там песков на него часу какой не сначала он час вот только сказал песков сейчас я его прямо процитирую куда он у меня делать тут уже похорон похорона уже уже партия регионов некролог уже похороны идут уже в ялте собираются хоронить и тут вот где господи куда-то он у меня ночью песков заявил о том что они не имеют сведений никаких о том что погиб сын янукович этот был сегодня несколько часов назад заявление такое сделано можете представить причем спасатели тоже опровергли сведения осы гибели сын янукович но они заявили что по этот сам погиб гражданин по фамилии давыдов но понятно что янукович давно поменял паспорт то есть сын его принял гражданство взял фамилию бабушки понятно наверно и загранпаспорт такой чтобы ничего не распространялся я думаю сам виктор янукович тоже наверно также сделал взял прабабушки фамилии или еще кого-нибудь ну понятно что они вот пишут севастополе захоронили на самом деле нет на самом деле я так понимаю что собираются в ялте хоронить они в севастополе пишут смерть поддельная навряд ли смерть поддельная это в общем-то в рамках смысл детективка они они так могут ему дать фамилию давыдов и не давыдов а назвать хоть денис давыдов могут нагульнов или размер ну да пахта нагульнов или разметно поэтому вот меня спрашивали по поводу того что ну вот идет в интернете такой разговора вот там сын за отца ответчик надо понимать что он ответил не за отца за самого себя нужно это же его не в тюрьму посадили еще он утонул почему-то ну потому что не знал как двигаться по льду на автомашине то есть и там говорят он какой-то гонщик был я не знаю насколько гонщик совершенно очевидно когда я увидел эту машину тут был понятно что с 90 процентной вероятностью водитель здесь должен погибнуть вот так так устроено вот ныряние в полыньи что люди которые сидят сзади если двери ну если полынья позволяет там уж бывает провалился да и и застрял и все двери не открывать тогда надо выбивать заднее стекло и желательно вылазить в любом случае все кто сзади у них есть определенные преимущества тот кто на пассажирском сиденье спереди у нее тоже есть преимущество может назад а кто сидит за рулем особенно если комплекция такой крупный человек то он уже не вылезет он там будет ну можно у него просто не хватит там шли сразу начинают лезть туда где воздух я сразу вспоминаю меня товарищ носко директор энгельской фабрики в свое время любил ездить на охоту и с каким-то полковником поехал тот сзади сидел в ниве они провалились под лед на карамане с не ошибаюсь и потом машин когда притащили но они выплыли все когда притащили машину на мебельную фабрику моё охранное агентство и охранял я увидел этот машины обалдел потому что переднее сидение было оторвано вместе с крепежками которые точечной сваркой потому что тот который сидел сзади он ну водитель выскочил а вот этот вот полковник он огромный он вылезти точно не может и сиденье он не может открыть она спереди открывать ну просто оторвал и все сиденье не нашли его с вот так то есть такая тяга к жизни ну повезло этому вот не повезло я повторяю еще вот если бы он слушал программу до плохие новости постоянно то знал что двигаться по льду нежелательно со скоростью 55 километров в час потому что смертельная скорость при этой скорости даже самый толстый лед входит в резонанс и разламывается можно даже на самой маленькой машинке разломать самый толстый лед при таких скоростях так что вот мне тут написали очень меня ругали потому что я что-то вот высказался по поводу смерти сын юнуковича сказал еще один мажор сгорел на работе точнее утонул на отдыхе и у просительный знак и вот меня прям поругали пожелали мне прям там того же самого и так далее в тем же концом к тому же месту и вот спрашивают вам не жалко вот вы знаете от 6 марта 84 года когда я на курсском заливе спасал людей оторвало льдину и утащил там какое-то энное количество сот человек вот этих рыбаков ночью мы их спасали вот мне было очень жалко а здесь ну он сам свою судьбу выбрал он сам поехал по поэтому дух сам мог бы заниматься другими делами а не коммерцией своего папы и так далее и вообще так вот мне говорят как вы относитесь к януковича ну как я к януковичу отношусь ну как гопнику огни к нему относиться вот он такой как был вот с этой шапкой гопник гоп сток гоп стоп ник так и осталось тогда он у кого-то шапку ломанул и убежал и здесь он ломанул и убежал понимаешь то же самое вот то же самое как гопота поступать там чуть с украины схватил и раз на рывках ну как это как нему относиться без уважения к нему отношусь что же я как конечно ему не пожелал такого но вы видите есть определенный но определенные тенденции у иванова сын утонул этот утонул такой может быть от закон парных случаев а может быть это будет продолжаться я не знаю посмотрим мэр кирова не будет отправлен в отставку после падения глыбы льда на мужчину дал шире 3 губернатор никита билбил их такой третьего уже и девочку если ты помнишь шестилетнюю глыбы их убила она в больнице скончалась и у кого-то в кирове да все в кирове третий уже случай за зиму и все вот девятилетний ребенок был травмирован но это не повод для того чтобы увольнять они считают а что же должно быть поводом три случая совершенно одинаковых но за один то уже можно сажать даже не увольнять сажать а уж за три случая но я не знаю причем они 22 февраля там 9 марта 13 февраля ну а четыре случая до 4 слу это это 4 извиняюсь еще же еще на коляску с ребенком упал так что я не знаю шереметьев просто произошел интендент инцидент чуть не столкнулись два пассажирских самолета но вот аэрофлот отвергает опровергает говорит что это слухи ну конечно чушь то есть раз ничего не произошло значит от слухи я так понимаю что самолет коснулся полосы и вынужден был экстренно уходить потому что ну а чё не скажут командир принял решение такое почему потому что у неё там конфигурация была непосадочная или еще чего-нибудь был там это не было это уже может только проверяющие узнать но я думаю что они врут вот у меня такое ощущение и вот еще был инцидент тоже странный такой на самолете уже три дня назад третий день на бар вот прошла ты не мальцу знакомы незнакомы на борту самолета москва го подрались 165 пассажиров 3 стюардесс штурмана пилот вот не знаю сколько там народ дрались но в интернете уже выложено самолет в астрахани приземлили вот он во вторник должен только отбыть туда то есть такие массовые драки на самолете это нормально стало значит люди все взвинчены особенно когда они летят на гуа они еще там не прилетели и ничего не курнули да они летят в предвкушении я не удивлюсь если ватники подрались 5 колонны я не удивлюсь если поводом стала вот эта разборка политическая но если все дрались надо на выборах во франции лидирует партия саркази нормально вот говорят что 36 процентов марили пэн 25 и правящая партия 20 ну понятно что вот там были какие-то заявления о том что это там замечательная победа партии марили пэн и она тоже говорила о том что все всех победили нужно понимать что все остальные партии они конечно будут объединяться не с ней а против и ее поэтому вы получите она 26 процентов ничего ничего вообще ну будет против чего-то там сможет проголосовать хотя наверное не против ничего не проголосует потому что наверное обычным большинством все принимается да и все ирина влах победила на выборах главы гагаузской автономии в молдаве молдове выборы башкана или башкана как правильно сказать ну глава башкан башкана значит да вот ну и я так понимаю что очень нам это грозит путинские сми заявили что тоже это большая победа то есть вообще там кого но пробуйте на путинский до большая победа путина но мы слышали такие заявления по поводу большой победы путина когда в греции победили определенные силы но потом оказалось что вовсе это не победа и здесь я думаю технически будет то же самое то есть конечно будут ему делать реверанс и говорить к нам приехал к нам приехал один владимир дорогой так далее но не на ты сравнил это какой-то кипр а это целый гагаузии теперь наш гагаузии наш чё вообще о чем речи не нужно даже уже ищем гагауза ратников пожилославные люди они в общем-то всегда нормально относятся и с украиной с понимаешь что спустился уровень с того что мы искали в стране ну целую страну в свою своих союзниках а их все меньше китай говорили как про большого союзника теперь уже скоро до областей грубо говоря ну как как это неприличное стопчемся да ну да потом скажет деревня гадюкина тоже признала наш договор с абхазией например да в якутии грузчик выиграл выбрать главы поселку своего начальника единоросс и обойдя его всего на один голос но это понятно что всего на один потому что там всего 161 голосу 161 бюллетень был получил вот самое для голосования представляешь и я понимаю для чего это сделано то есть там могли бы совершенно спокойно воткнуть ну чтобы победил единоросс но это поселок чё для них представляешь он находится где-то вообще не пойми где туда ни дорог ничего нет то там все датируется да ну конечно что такое 161 избиратель можете представить чуть такое вообще нет ничего зато путинцы могут сказать видите у нас не везде единая россия побеждать у нас не везде володинский выбор у нас есть честные выборы а там трудно было во первых сделать нечестные выборы потому что друг друг все знают все знают кто как проголосовал представляешь да а то есть могли просто открыться паспорта им проголосовать но видишь вот в свое время в ставрополе то же самое был там вообще 27 человек подписные листы помнишь подписывали там смешное количество был голосующих им сказали что подписи у вас неправильные это поддельно они пришли с паспортами до нас не волну то есть она когда хотят проломить это вообще не интересно ну а здесь человек проламывать на фига ну пусть будет тем более я думаю что ну и ты думаешь что они им удалось или они получили хуже нет а зачем они сейчас дадут такую возможность потом будут рассказывать о том что здесь демократии потому что здесь ты желательно знать да где-то не может не надо якутия не ну зачем это не ему надо этом там смотри мы сейчас обсуждаем и не только мы этого новостные ленты папа это специальный папа что как да нет это для кого как для ваты может быть это и обозначает как ты говоришь но для людей умных это обозначает совершенно другое интерес к тому что победили единороссы ведь мы не знаем этого грузчика вообще хорошую он плохой может он вообще мудак какой тебя извиняюсь да дай бог хороший человек но главное там информация что он победил единороссы и поэтому именно эта информация распространяется в сети по крайней мере понимаешь то есть тут для них никакого плюса нет самое интересное в этой информации что побежден единоросс так я понимаю не знаю мне каждая я думал в случае путину какая разница и вот и иногда награждаешь их был больше так сказать умом больше володину володин бы делал это да нет он бы сказал зачем мне нужен еще какой-то даже в деревне тем более в деревне нафиг нужен грузчик да он вообще не ничего там нет если бы он занимался не бюджета ничего нет в этой деревне а какая разница их же не поэтому кого-то же поругали за то что там единоросс не выбрался кого-то там внизу в следующей деревне который на уровень выше поэтому я думаю что они тут ничего бы не получили от такой в этой вот власти мэрии московской заявили что не смогут пустить на парад посвященный за извини мне вот вопрос куда-то убежал вопрос задали вопрос такой который задают постоянно тролли спрашивать мальцев вы еврей вот отвечаю я не еврей причем насколько я знаю своих предков а знаю я их очень хорошо у меня кроме фамилий быковы рожковы мальцевый и числовый нет никого поэтому даже в принципе нет это я на всякий случай так говорю потому что вот эти тролли которых сюда запустили я понимаю для чего они это делают принципиально вот этот вопрос как как бы а для меня принципиально ответить на этот вопрос до мэрии москвы заявила что не сможет пустить на парад посвященный 70-летию победы великой отечественной войне ветеранов которые прибудут прибудут в москву по собственной инициативе вообще замечательная ситуация причем если отлавливать с мэрии да на вокзалах будут дежурить какие-то группы которые будут хватать и разозревать этих ветеранов ввести в звенигород там в какой-то центр в звенигороде потому что значит вот а причем это все практически опроверг песков сказал что да нет да все места хватит и так далее но потом все-таки он сказал что да на красную площадь и не всех пустят только по пропускам да причем как с московской организации там будет много людей а со всяких областных организаций по одному представителю там дали квоту представляешь я надеюсь там только ветераны будут потому что место же на всех не хватает но все ветеран не помещает конечно из никаких там вот поле как раз дома не растет у так вот я политические проститутки будут там а ветераны будут в звенигороде пляж как в бешеных деньгах помнишь когда говорит их будут отлавливать на вокзал его за преступников мы с тобой имеем преимущество мы можем приехать на повелецкий арестуют а их арестуют потому что он ветеран потому что он сражался за эту поверь арестует им предложит конечно предложить пройти никто не по не потащит им говорят что там будет очень много всяких веселье и так далее то есть мне кажется не специальный конкретно едут в москву чтобы прийти на красную площадь и хотят посмотреть парад но вот не получается да то есть вот вот такая совершенно занятная такая ситуация судебный судебные приставы незаконно списали деньги со счета блокадницы тут одновременно пытаюсь это и другой на этаж самую ситуация да вот как с этими ветеранами то есть такой подарок блокадницы к этому самому к празднику семидесятилетию у нее списали десять тысяч семьсот семь рублей то есть ошиблись с этим иными нам но им же пофигу на самом деле я думаю что не ошиблись списывали подряд у всех и как как было все продукт продумано то есть вот эти ребята которые списывают судебные приставы они имеют семь процентов вы же знаете ну сказали списывайте у всех подряд нафиг там многие дну из за 10000 многие не обратят даже внимание у кого есть деньги да а вот баллокадница обратил внимание ну представь то они так вот списали там с нескольких сот человек по десять тысяч ну нормально заработали общем нет то есть но если путин со своей братвой может как по другому списывать там а почему они не могут вот так делать президент болгарии отказался приехать на парад в москву на 9 мая то есть сколько осталось уже от 30 ну даже если пусть минус 2 то все равно уже 28 и когда лавров говорил что будет 30 а я говорил не будет то увидишь уже можно точно сказать что не будет если только не одно такое путинское действие но если по 500 рублей зовут на митинг путину то не факт что по 500 тысяч там всех африканских лидеров не пригласят ну там башляют каком лидеру вы на у туда пригласят а зачем чтобы цифру соблюсь да конечно сказали 30 заплачут эти прилетят ребят думаю не будет я думаю они уже давно перестали обращать на внимание на то что они не исполняют свои обязательства они клали на это понимаешь ну вот у пескова чё кто-то спросит что почему не 30 нету лаврова спросит он сказал что 30 у кто у него спросит вот кто вот кто корреспондент придет придет корреспондент аккредитованный с этого самого с 2 гтр к и спросит но только спросит так что он ответит окажется красавцам да они стояли в очереди а у нас на площади места не хватило мы по их по и поэтому их не пустили как ветеранов да да тут поэтому ему не перед кем отчитываться больше сосчитал реальных таких ну которые не президент в наут какого-нибудь а реальных у меня получилось 13 я их назвал 13 друзей вовши на вовши на вот но это без вот этих вот ну ты сам понимаешь там коляк карликовых банановых там не пойми чего вот получать что что будет 13 но в любом случае даже если их будет больше их не будет 30 я готов биться об заклад уже сказал что готов вот с лавровым поспорить на все его имущество что не будет 30 более сотни иностранных военных атташе посетили закрытый объект министерства обороны россии национальный центр управления обороной я причем да причем вот в национальном центре управления обороны им сказали что не бойтесь россии россии ни на кого не собирается нападать то есть показали национальный центр вот этой обороны но фактически стратегический центр и заявили еще что россии готова приглашать представителей там для проверки вооруженных сил и так далее то есть ну чтобы я понимаю так показать что есть что проверять ну вот я же понимаю как сейчас рассуждают многие западные люди которые воспитывались на джеймсе бонди там на докторе зло да они говорят внутри себя там в своей голове вот классический злодей есть путин классический злодей у него есть атомная бомба не помечу в голове он постоянно кричит что готов применить ядерное оружие то есть вот классический есть допустим ким чин им он классический тоже злодей ну он несоразмерно то есть это не такой как принято в западном кино показывать такого и гигей про всемогущего но для классического злодея нужен классический супер герой и вот у них как бы среди их руководителей на этом супер герой никто не тянет этот очень важный такой аспект то есть ты же понимаешь насколько важно в их головах вот соотношение действительности голливудским сценариям а здесь вот как все ломается есть супер злодея нет супер героя значит он должен появиться это центр национальной обороны я сразу вспомнил этот представил их привели примерно как терминатор 3 помнишь когда они приехали там центров национальной обороны стоит пыльный телефон да и такие пластмассовые какие-то фигни там да вот такой им показали в рамках учений сша разместили в польше ракеты патриот насколько я понимаю ракет уже с десятого года там разместили есть люди я помню просто в свое время что там говорили о десятке установок патриот которые были уже в десятом году если те же или дополнительные я не знаю ну что можно сказать это не самый лучший конечно система не этот вопрос дальности как бы она стреляет по крайней мере пах польшу может какой как защитить мы менять знаешь свои как бы насчет этого опасения которые возникли из разборок с адамом хусейном ты помнишь когда он с кадрами стрелял то патриот не мог все сбить некоторые долетали если уж такие дрова далек долетают эту если будет что-то серьезней причем нет никаких радиопомех там же все было нормально то есть идеальные условия летит старая ракета и тут ее значит все должны поймать и не все ловили поэтому в общем то я думаю они тоже прекрасно понимают когда разворачивают все это они понимают что если путинцы стукнут первыми то всех поймать не удастся в польше 120 организаций объединились в новый оборонный союз ну что мы говорили такой вот до сов создан до добровольно общество содействие армии авиации флоту как как в советском союзе но нормально если есть всякие клубы стрелковые так далее патриотические организации они должны в какую-то лигу собраться вот они собрались то есть путин помог им так государству на них плевало мягко говоря и абсолютно они не интересовали существовали я так понимаю за только благодаря энтузиастам то теперь это будет определенной программы 7 примет от программу выделить деньги и так должны сказать спасибо путина если да не войдет в систему противоракетной обороны нато то станет мишенью для российских ядерных ракет заявил посол россии в дании михаил ванин для такой интересный дяденька который всю жизнь проработал в таможне до потом стал послом такой выдвижение вот стал послом и не так меняют его таможенного комитета когда он возглавлял просто направили освободили местечко ну и так сказать это такая почетная отсидка да вот мы помним то же самое саяцкого когда его отправили в беларуси и он тут же наговорил какой-то чушь и что надо там лукашенко строить и так далее но его построили в две недели там что проработал мудаль пинка улетел вот я думаю что в этот дипломат тоже дипломаты правду не должны говорить он искал абсолютную правду с точки зрения военной стратегии это абсолютные правды тут как только они там по его и в штабах уже нарисовали крестик там на этой дании да в любом случае это не делал дипломаты говорить то нет я и понимать стать и он я понимая чужие на листок нет я сказал драмату правду говорить ни в коем случае нельзя ну да так что вот эти как я первая первая мысль я значит написал когда этот прочитал я такую ремарку сделал блатные чудаки затрахали вот это реально потому что он думает ну может быть для лавровского мида он конечно там сделал что-то хорошо потому что лавровский мид час работает как пропагандистская машина причем для внутреннего пользования не работает как министерство иностранных дел он работает для того чтобы здесь вот ватников заряжать новые энергии конечно он зарядил наехав на данию еще ну а с точки зрения вот как мидовского работника я не знаю какой ущерб нанесен россии вообще так стране не как государству путинскому эрефии меня это вообще не волнует а как стране часть там датчаньки живут и пофигу вообще вся эта война все они это это не их и вдруг им гад слышь мы на вас тут вот все направим ядерные ракеты а у них даже ядерного оружия нет в молдаве откроется представительство нато ну спасибо путину понятно еще в болгарии тоже центр нато заработает прям в министерстве обороны представишь вот во во многих странах нато даже центров не было теперь они везде открытый теперь везде жесткая очень связь систему координация просто уже на высшем уровне так скажем нас вернее на самом высоком уровне так вообще все был не скоординировано эти куда-то летят эти едут там чуть позвонили не позвонили а тут все все это единый организм благодаря путину сейчас осталось только шведом туда вступить и финнам организм да вот глава бюро национальной безопасности польши станислав козей высказал высказал несколько несколько интересных замечаний по поводу третьей мировой войны ну да но сказал что холодная война грозит начало новой холодной войны да она уж холодная война прошлом году началась он немножко опоздал и он говорит что в общем-то третья мировая война возможно то есть допускает это и правильно делает что допускает потому что третья мировая уже идет вот премьер-министр великобритании кэмерон объяснял членам парламента почему британия предоставила оружие на экспорт в россию на сумму почти 170 миллионов фунтов стерлингов несмотря на конфликт в украине ну какие бы там причины не были они чисто формальные эти причины почему-то британия по формальным основаниям требует чтобы не дали мистрали сюда в россию а сами при этом я говорю у британцев все что связано с деньгами оказалось прям святым с одной стороны вроде они там больше всех кричат и копытом себя в грудь бьют а сами втихаря работают с путинскими и мы это абсолютно четко наблюдаем ну вот но требует же вернуть крым украины до британия четко при этом сама сформулировала заявление а с требованием вернуть крым украине и это заявил глава мид хэммонд филипп он заявил что в общем-то это является грубым нарушением международного права и если все только констатировали вот целый год гольда там вот вот нарушение так нельзя туда-сюда он заявил о том что референдум в крыму это фиговый листок нарушены международные права и крыма давайте то есть вот тоже надо рассматривать как вот помнишь как откуда эта информация у меня иногда я человек уже не совсем молодой иногда забываю помнишь откуда это откуда из советского периода там когда в голландии да в нидерландах во время наезда филиппа кто-то там я уж не помню кто пришел к воротам даже город забыл в общем пришел кто кто-то там типа герцога альбы или там там много кто там летали какие какие люди в общем-то рыцари приперлись и там магистрат заседал не все решали вопрос что надо открыть ворота и сдаться ну потому что там страшное войско такое там дедушка спал какой-то и дедушку надо было голосовать и дедушку разбудили играть над голосовать год о чем голосуем и вынести ключи отдать там этим завоевателям это они просили нет ну а то о чем горит торопиться зачем голосовать попросит отнесем не попросту и там как раз случилось что какие-то еще налетели какие-то проблемы собрались и свалили и город не был захвачен не был разграблен все было нормально то есть дедушку потом все очень сильно благодарили вот та же самая ситуация то есть все очень много говорят о том что там навчет в крыму нарушена а вот один только попросил до верните по-хорошему то есть заявление таких не был ни от кого не поступал в но это и конечно не в ультимативной форме но в достаточно жесткой правительство российской федерации предлагает президенту путину уведомить эстонии о том что российская сторона не будет участником договора о передаче осужденных что за договор ну в 2002 кажется году был за заключен договор о том что те люди которые осуждены в россии и в эстонии могут отбывать наказание вернее ну эти люди пересылаются для отбытия наказания из эстонии в россию если они граждане россии и из россии в эстонии если они граждане эстонии и тут возникает такой вариант что вот тот дяденька которого захватили спецслужбы россии в эстонии перетащили на территорию россии сейчас он тут где-то прибывает да числится шпионом он будет а осужден и и что тогда тогда придется передать эстонии там у сразу же отпустит конечно понимать поэтому они сейчас разрываю договоры не только поэтому по многим причинам потому что те преступления за которые могут подвергнуться наказание эстонцы в россии они там в эстонии не будут преступлениями поэтому конечно путинцы быстрее вот начало эстонцам не не скрась какого нибудь они шпионов там знают всех да не знаю с королями всего вот еще один бред в госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности юридических лицах чего юридические лица будет в тюрьму сажать это безумие совершенно принесет вот бастрыкина и абсолютно там другие не учи сейчас я даже вот посмотрю посмотрю фамилию там какой-то какой-то александр ремезов да или ремесков ремесков какой-то представляешь то есть я не представляю как как это как оо там или там и чп там этот самый в полном составе посажено в тюрьму да я не знаю как они собираются юридических лиц не баешь состав преступления ну есть определенные признаки то есть тут есть объект 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 субъект объективная сторона и субъективная сторона и вот субъективная сторона преступление это внутреннее психическое отношение лица к совершению преступления то есть если если субъективной стороны нет той преступления состава нет пусть он это симбиоз понимаешь там ну как бы поэтому я не представляю как я понимаю когда речь идет о банде да то есть там советский период это был принято и перенесажать в небо людей вала нет там за участие в банде сажали участь да то есть него независимо от того что человек совершил участник он банды он с 1 но там тоже были критерии участия конечно во первых критерий банды должен был что это устойчивая там группа преступная преступная группа созданная для совершения тяжких преступлений сейчас там по-другому звучит это советского период статью 77 вот но смысл в любом случае что цель всем ясна вот всем бандитам они совершают преступление а здесь как понятие вообще вменяемости невменяемости юридического лица как ну как как они посадят они возьмут этот выписку из реестр и положит ее на пол в камере смертников дачу они сделают юридическое лицо она же не она юридическое поручить да ну бред но ты я понимаю для можно бы признать банды но я дать я ступаю меня за что это сделано это а там говорится про экстремизм терроризм то есть представься сейчас как как они в какой-нибудь агентство там что-то я снимаю не зажила дали в полном составе как как вот был в германии гестапо признана преступная организация в полном составе всех засадили с машинистками со всеми то есть все сели потому что это было признано преступной организацией они я думаю хотят нечто подобное чтобы людей напугать чтобы людей когда при сашка как сахаровский центр да он сейчас уже объявлен что само по себе смешно до центр имени дмитрия сахарова шпионская организация ну хорошо ладно спи он и скрылись за этим сам чем они всех посадят до машинистками посадить может и не посадят но дело возбудит и гора гораздо проще будет они возбуждают это дело в отношении юридического лица и начинают всех гнать свидетелями ну кого кого надо они потом к этому делу прилепляют уже в качестве обвиняемого чем так было мало мало молодых бред конечно полный бред но ты понимаешь они не очень недоучки они мало грамотные они пытаются сделать легче себе но они не понимают что у них нет стройной системы то есть это как какие-то куски таки они это все равно что передвигаться по кусочкам льда вот во во время этого ледохода на реке то есть вот они прыгают 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 ну конце концов они допрыгаются сто процентов потому что когда у власти злодеи вот реальные злодеи не такие клоуны как они а реальные злодеи они создают стройную злодейскую систему даже полпот и и создавал вот стройную злодейскую систему я уж про гитлера и про остальных злодеев не говорю а эти они вначале чет вкидываю что-то делал потом это отменяют и тогда у них такие льдинки на которых они балансируют и не знают что делать ну как что если они свалятся в эту воду то ничего страшного не будет ну что там мелко может быть пока так госдуме предложили предоставить популярным блогерам права журналистов можно сразу вопрос до того а у журналистов есть какие-то особые права не ну понятно что есть там они перечислены они такое не обязательноOSS у нас но они не по небольшому нет права граждан сша гражданские права живых гражданские права это перед государственная организация перед что-то такое падему при этом понятно что блогеров не будет никаких прав а не будут чисто формальными и будут требовать что-то будут какие-то обязан вот те кто против блогеров принимают какие-то там законы я прошлый раз показывал вот так и сейчас говорю вот вам ребята вы хотите что там после трех тысяч какие-то кто-то будет регистрироваться фу на вас помощь фу на вас еще раз вот так и здесь вот совершенно чего хотите принимать вот чё хотите на них как имеете мы же вам права сейчас журнальные они вами называют закон а вы должны его исполнять я не буду а давай мы с тобой нашим закон под давай напишем с тобой закон потому что это легитимность этой думы она примерно такая же как наш с тобой да то есть никакая вот чё скажем то и будет напишем закон закон будет такой депутатам фракции единой россии повесится в полном составе срок исполнения до 1 до 2 мая 2015 года ну пусть еще 1 мая встретит да да принимается проголосован единогласно все значит есть не исполнил то тогда а я санкция должна быть а я и до санкции будут тогда смотрите будет как тогда да да так американские власти разослали владельцам крупного бизнеса настоятельные рекомендации постараются вывести все свои активы из россии до наступления лета по этому поводу там прикололись определенные граждане в россии что вот там государство наезжает на бизнес и требует от бизнеса там что-то в каком-то значит таком вот фид фибельском фельд фибельском варианте значит там смирно вольно там и так далее у рада на самом деле это не ура на самом деле рекомендация это и есть рекомендация то есть это намек на то что летом могут к лету случиться какие-то события ну например свифт отключат да то есть они намекают они же не могут прямо сказать причем они я понимаю как аналитики там сидят и говорят что вот вероятность отключения своих 82 процента там или 74 процента что должны люди сделать которые занимаются связями с бизнесом они должны молчать да их потом растерзают они говорят мы вам намекаем бегите ну что же эти самые шевролеты убежали в один день ну наверное намекнули сейчас уже официально намекают а это нами кто-то позвонил кто непосредственно курируют какие крупные фирмы который должен звонить и говорят ребят какие у вас проблемы что вам там нужно или наоборот фирм звонят туда и спрашивают у нас есть какие-то проблемы нам есть чего ждать конечно из россии но есть есть вот как как вот мы сейчас про сингапурское чудо там так было там есть люди которые спрашивают чё тебе нужно тебе нужно какие документы оформить да сиди не дергайся не отрывай свою попу занимается бизнесом мы сейчас все тебе оформим и перешлем там какие-то лицензии надо а зачем эти лицензии а вот зачем а да давайте мы отменим лицензии давайте раз от лицензии отменили потому что кому-то ну за лицензии не хочется ходить потому что время слишком много на сингапур очень большая земля как россии да вот так и здесь тоже та же самая ситуация я так понимаю что бизнесу вкинули намек который на самом деле распространяется не только на бизнес ну и на всех остальных это тоже время какая-то некая черная метка сюда то есть это попытка еще раз достучаться до этого бизнеса до российского что ребят посмотрите вы там может сделать своим путиным чего-нибудь там уж мы сейчас тут все уже оставшийся воздух перекроем ну и с другой стороны вот власть в лице и путина и и же с ним призывают срочно возвращать капиталы в россию не дожидаясь амнистии то есть вы давайте пока верните а мы потом вас простим можно но это вот этот вот росфин мониторингом который чеханчин вот это командует кгбшник тоже да вот он встретился с путиным и рассказал что все вообще замечательно на только вот помочь бизнесу быстрее вернуться тем более что вот в лондоне от резидентов россии по потребовали происхождение средств показать и так далее и поэтому они сейчас вот давайте без всякой амнистии пусть сюда бегут ну я не знаю я так понимаю что в лондоне тоже наверное абрамовича не потребовали предъявить ничего по по поводу средств а зря хотелось бы и я посмотрел вот даже если бы абрамовичу в лондоне предъявили вот от маляву и сказали слушай обоснуй откуда ты столько наворовал да я думаю что он был он бы не стартанул в россии то есть россия была последним государством когда он перевел свои средства он в любую другую в израиль бы перевел куда хочешь швейцарию куда хочешь их перевел но ни в коем случае в россии поэтому да поэтому вот такая разводка и вот он тут заявил значит путину вот этот вот фильм росфин мониторинга командир что объем подозрительных финансовых операций в россии снизился на 2 вдвое в двое там году до в четырнадцатом году ну понятно даже на может озаривать меньше стали да нет потому что денег стало меньше поэтому это не потому что потому что бюджет меньше тратить стал в основном же разворовывались бюджетные деньги а кроме всего прочего тут говорит что меньше стали отмывать денег но я не знаю как насчет меньше больше на я думаю стали выводить хотя он зарубеж хотя он тоже говорит что стали меньше но мы-то цифры знаем и у нас получается что аж в три раза больше вот причем официально по данным всех центробанков так далее поэтому как-то вот не бьется у этого росмониторинга ничего вот он пишет говорит таким образом количество незаконных операций по обналичиванию денег сократилось полторы тысячи раз а вывод незаконных доходов за границ почти в два раза такой мне нам просто говорить смотрите какой я молодец ну а кто кого молодец а кто занимался отмывкой денег вот это ребята занимались и спецслужбы те же самые то есть там сидит на финмониторинге кгбшник а другие кгбшники которые сидят кгбшных местах они как раз и занимаются крошеванием всех помоек мы чё не знаем что фсбшный бизнес что крошевание помоек помоек я имею ввиду у тех организаций которые отмывают средства финансовые они помоек куда нет туда наверняка и помойки входит ну да настоящие тоже бизнес же большой до депутата единой россии внесли в госдуму законопроекта введение моратория на взыскание задолженности и принудительное отчуждение недвижимого имущества должников это понятно что сейчас им нужен какой-то вот такой димаш что те которые взяли ипотеку валютную причем взяли они ее это будет распространяться на тех кто взял до 1 октября 14 года представляешь почему то есть если взял от 2 октября уже не распространяется он откуда знал что будет 16 декабря да он не мог знать но вот так все равно и будет этот мораторий длится до 31 декабря 15 года после того как примут а примут я не знаю когда может в мае прим может в июне то есть вот в июне примут до 31 декабря 15 угодно смешно появилась информация что путинским указом газпром на 15 лет освобождается от налога на добычу полезных ископаемых и на 20 лет от налога на имущество если реализует проект поставки газа в китай по газопроводу сила сибири 20 лет налога на имущество и налог на половину всех налогов от газпрома конечно это наверное процентов 15 от общего бюджета на к российской федерации я думаю не имеется на денег все меньше и меньше становится зачем и и вот это родит мифического силы сибири что он там будет качать ага уже не будет силу сибири уже не будет да ну силу сибири от путин вот вся вся сила поэтому тут вот мне написали хотел ответить что вячеслав вы видели последнюю время подонков там про вас и про немцова я вообще четкое время не смотрю но я так понимаю что из про меня и немцова то это большая честь для меня большая честь я не опасно я ни один не смотрел потому что я пытался первый посмотреть но ты знаешь на что это такое ну то что по нтв или по киселевские какие-то ватные дела это не киселевский от хуже чем да нет но это когда они там их перечисляют пятую колонну это очень хорошо мне вот почаще бы они меня раскручивали я думаю у нас было бы побольше зрителей там если кто-то с этого времени подонков смотрит вы там побольше меня вставляете потому что мне нужна аудитория те люди которые потом придут за вами с мандатом да и тогда мы посмотрим кто подонки да когда вы предстанете перед трибуналом будете ведь милять хвостом сопли жевать плакать и давать правдивые показания признательные аналитики оксфорд оксфордского института энергетических исследований уверены что наращивание россии объемов нефтяного экспорта может стать дополнительным фактором который поспособствует дальнейшую обвалу ее стоимости ну а чё на наращивать нить некуда наращивать никто не покупает да нет но это в любом случае если они будут это в любом со 5 копеек толкать и и они будут продавать поскольку год то есть сейчас уже в товарищах согласия нет между собой уже не договориться не могут никакие картельные соглашения не будут возможно то есть у кого есть сколько продавать столько и будет продавать и цена уже не имеет значения то есть цена падает объемы возрастают они за счет этого хотят перебить поэтому вот абсолютно правильно говорят так оно и будет вот в опеку же заявили что 100 долларов за баррель уже не будет никогда я с бломбергом абсолютно согласен что вот из опек в том числе что 100 долларов не будет никогда не но если не но если 10 долларов да да будет да конечно потому что будет механизм раскручивается понятно в какую сторону мвд прекратила громко уголовное дело хищение втб кредита на сумму более 225 миллионов долларов прекратила это тут говорят время подонков это это в нашу сторону мы не в теме да мы не в теме мы не знаем что такое время подонков я я думал этот фильм мы думаем думали что это какая-то киселевская лажа если это не киселевской ради бога мы мы всей душой на нам на самом деле безразлично есть нас хвалят ну ради бога пусть хватит нас ругают пусть ругают ради бога есть старый маркетинговый до мира что плохой рекламы не было одна но не скажи для художника это ну да даже повышается сразу рее художники поэтому я не хотел никого обидеть помилуй бог я когда говорил что предстанут перед трибуналом имел ввиду конечно же киселевских конечно же путинских поэтому вам вячеслав сегодня вас на канале youtube и теории путинской лжи назвали володинским другом как вам я не знаю четкой теории путинской лжи с володином мы не дружим наверное с даже точно можно сказать с 8 мая 2006 года так в общем безразлично в общем не самые худшие друг да на самом деле так возвращайся мвд да да я вот сам ситуация забавная там же втб взяли кредит какая-то константина малафеева структура где была одна женщина я так по евгения кремнева в отношении и возбудили дело что она там хотел купить 9 заводов не купила деньги куда-то израсходовали и тут денежки вернули ну там при определенных условиях конечно вернули меньше но втб и тому рад и дело прекратили понимаешь то есть мвд выступает в качестве такой организации который заставляет вернуть деньги не который карает за совершенное преступление а который заставляет вернуть деньги то есть сразу переквалифицировали с одной стороны статьи на другую и все вроде опа ручки вот а никто не виноват с ефтушенковым да тогда отдал ну все ну да он виноват и не виноват иди а за что забрали тогда если не если не виноват да получается вот тут большое выступление федерики магирини глава дипломатии его евросоюза вот она говорил много про украину что тут можно сказать сказал магирин посоветовал украине забыть о вступлении в евросоюз на время как я понимаю ну я не знаю мне не но тут вот вот целиком до чтобы не это и не выдергивать из контекста да получается что она сказала что сейчас сейчас занят мы украине же магирини посоветовал заняться решением собственных проблем и на время забыть о какой перспективе вступление в ес есть страны которые стоят в очереди 10 лет вот что она собственно четко ее слова имеется ввиду что вам еще в очереди на я боюсь что в очереди но когда ты знаешь когда что-то не хотят делать тебе делать тебе предлагают встать в очередь понятно что у них сейчас греческий геморрой а а сейчас еще я намечается украинский вот представляешь какая ситуация сейчас в евросоюзе они так-то как бы там не не в евросоюз же они предлагали вступить в украине они подписать соответствующие договора предлагали а здесь оказывается сейчас на них давление со всех сторон украине идет война финансовый кризис бешеный почти до дефолта но пока вот не не дали денег то есть фактически дефолт был а зачем он больного ребенка прям в ясли сажать с другими детьми ну да 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 я об этом тебе и говорю достаточно греческого здоровый поэтому сейчас они я думаю надолго этот вопрос подвесят и кроме всего прочего нельзя отрицать влияние путинцев наверняка там что-то возят что-то договорили не ты думаешь она что сама по себе она вот сама от себя что говорить там же примером их уже всех ненавидят этих козлов на же может быть продолжается конфликт вокруг укр нафты порошенко кломойский кто прав кто не прав как в том мультике да да там непонятно что происходит вот какие-то тут заявили что вот укр нафт какие-то охраняют вооруженные люди говорит оваков что это наши да что это менты там и так далее коломойский тут отказался перед радио свободы извиниться за то что он там на корреспондента наезжал помнишь причем интересно по-русски он говорит когда наезжать на корреспондента и вот меня спросили что все это значит да все вот эти вот события вокруг нефти украинской да я вот для себя такую сноску прямо сделал такой такой маргинально я написал произошла монетизация майдана теми кто не был на майдане а теперь происходит передел вот ну мне кажется что это вот именно так выглядит что слишком много там очень большое значение сейчас на украине имеют вот именно эти вещи там газ нефть так далее то есть вот главные вопросы не те которые реально в страны который в которой война и кризис есть более важные вопросы я понимаю что как бытие определяет сознание там нужно чтобы тепло там так далее деньги да да деньги но это разговор дни о государственных деньгах и не о государственном тепле и собственным я бы сказал грефе да греве таком чтобы самих себя подогревать и вот здесь наверное меня спросили что вы можете сказать о коломойском ничего не буду коломойском говорит потому что я бы делаю щукина да я могу сказать одно ну вот есть люди которые которые для меня в тумане я их не вижу есть люди которые для меня идеально я вижу все даже вот все их будешь водка ломойский относится к второй категории я все его будущее вижу абсолютно поэтому я могу сказать что скорость ним произойдет знаковое событие я не буду говорить какой мы скажу что увидеть сами знаковая знаковая до зафиксировали вот он тут еще заблокировал щита порошенко да и приблизил себя к этому знакомому события еще на шаг ну возможно может это никак и не связано будет мы посмотрим но я думаю что он не заблокировал щита порошенко что сказать какая-то игра там в банда да ну это вот та же самая постановка в очередь некая такой фиг так тут уже пишет о компромиссе что порошенко и коломойский нашли компромисс но это безусловно конечно компромисс они безусловно какой-то найдут по крайней мере для средств массовой информации понимаем что люди как угодно могут договариваться никто же не заставляет их потом держать это слово да порошенко выборы в донбассе заявил что должны пройти по законам украины совершенно очевидно что что это так ну а вот пушилин выразил недоумение в связи со словами порошенко ну да он думает что они по каким-то другим законам должны если они рассылают повестки где указывают статью российского законодательства слушай ну пусть они пройдут по российским законам если они честно пройдут по российским законам ну как они какая разница ну примерно что те же законы но грубо говоря плюс минус там какие-то вещи да мы же говорим в закон то у нас не пизде не написано что у нас выбор должны быть нечестными ну конечно так это все равно по каким законам он пройдет только гланшем не по пушилинским да у вас речь идет не о законах по которым будут а кто контролировать будет выборы вот о чем идет речь конечно да про законы они говорят он и тоже имеют значение ну допустим они сели искали хорошо на украине законы такие выборах а давайте сделаем норма но другой закон да вот а выбор в донецке вот порошенко там шоу не так далее избирательной комиссии украины речь идет о контроле и только они не о законе потом за карте не напишешь что выборы должны быть хит хитро жопа вы извиня да конечно поэтому любой закон на любую чтобы определенные люди не имели права принимать участие в выборах чтобы избирательной комиссии украины центральной избирательной не имел права контролировать ну и так далее понятно что речь идет о контроле как я понял да военная прокуратура украины отмечает увеличение небоевых потерь в рядах вооруженных сил украины причем анатолий матиас да вот еще бенефис еще одного гуцула вот он заявил что мы получили в этом году пятикратно 50-кратное увеличение небоевых потерь причины являются снижение военной дисциплины я когда прочитал я вообще меня передернул такой бред это вот военный прокурор я залез посмотрел но в военной прокуратуре до этого никогда не работал в обычной прокуратуре работала поэтому ну тогда бы хоть спросил а почему же это случилось вот он не понимает или он придуривается вот ты понимаешь почему пятикратное увеличение боевых потерь я же тоже не работал военной прокуратуре не джерми там война закончилась ну представь на войне не боевая потеря какая она сразу автоматически становится боевая у кому из начальников хочется не боевую потерю на себя вешать нафиг он нужен зачем ну все его убило градом кто там будет разбираться градом неградом его убил там пули не милит я контуренки вот давай вот там он пьяный попал под колесо грузовика ну напишет что маги взрыв дамя лара погиб смертью храма поэтому 50-кратное увеличение я не понимаю если он этого не знает то его как надо гнать как прокурора а если он знает то зачем он тогда это говорит тогда он лжец ну как вам себя выделяет ну я имею ввиду пиарит что вот теперь без него никак теперь он будет контролировать для этого для власти все делается может быть вообще бредятен какая я говорю я указать прочитал я просто у меня челюсть выпала я думаю вот это значит попросит полномочий дополнительно ну на ли расстрелов полевых попросит на вооружение террористов появилась установка 9 по 132 град п партизан ну давай такой переносной в рельсы для снаряда градовского переносных и фактически что можно был из любого места выстреливать ну вот украинская сторона говорит что есть такие уже вот штуковины эти партизаны город п сепаратист в днр в лнр посмотрим во что это выльется но я не думаю что это очень хорошо если им это выдали реально выдали то значит с какими-то целями не просто уж так это сделали луганских сепаратистов прекратили пускать на территории российской федерации в частности для оказания медицинской помощи но очевидно что вот путинская верхушка ну на ими он сам разочарованы они ожидали что там в лнр в днр будет крым да а нам оказался сталинград как для гитлера сталинградная в противную сторону и потому что путин то рассчитывал что там делать ничего не придется ну практически как крыму что там никто стрелять не будет никто воевать а если вы помните мы как раз вот в это время очень четко рассказывали что будет что будет там война война страшная человеческими жертвами сравнивали с боснией сербии сравнивали так далее даже я помнишь зачитал воспоминания дяденьки который в боснии жил в оккупированному в это в осажденном городе и рассказывал там про зажигалки про все как раз от к этому периоду где-то в двадцатых числах марта мы об этом говорили ну лишь люди которые там они оказались умнее нас не ну в кавычках они решили что давай ну давайте крым планирует создать собственную авиакомпанию ее базовым аэропортом станет симферополь да там будут суперджеты вот эти вот сикорский суперджет 100 значит и аксёнову предложили за полтора миллиарда рублей эту компанию создать ну естественно он согласится как аджик если бы ему предложили свое что-то отдать если ему дать но почему же не согласиться ну не знаю я бы не рискнул на этих суперджет летать в крым слишком это вот как-то так я не знаю по сценарию это очень плохо сотрудники детского противотуберкулезного санатория керчь практически в полном составе попали под сокращение после письма с которым они обратились президенту путину и главе чечни кадырову я думаю что не после письма письмо то их вообще никто не читал кому они нужны то есть там это санатория так понимаю никому не нужен зачем там и так я думаю спланировали их всех сокращать оставить только директор там и сторожей почему понятно потому что кто-то уже его присмотрел там все нормально тот же самый кадыр в котором они письмо написали лучше его приватизирует от санаторий зачем какие-то еще там люди подкидыши в ставрополе назвали владимиром крымовым лучшим виктором крыма назвали я имею ввиду не какой здесь ассоциации я помнишь этот фильм то где тихонов играет крымова как вам паровоза в швейцарию поехал там человек с другой стороны фильм называли не помню гениальный фильм хорошо снятым хороший тихонов там очень хороший поэтому конечно владимиром крымовым не стоило называть что единственно хорошо вот сейчас в ставрополе и то о чем мы много лет уже говорили что ну чтобы приемном покое больницы детей принимали детишек без расспросов ну чтобы если кто-то хочет подкинуть не куда-то там помойный ящик подкинул а прямо в больницу приносил и отдавал сейчас ставрополе это практикует очень хорошо вот уже двоих ребятишек принесли те люди которые против этого я помню в 2000-х годах там они говорили что в начале что вот так бы мать может быть и не отдала бы ребенка потому что вот выкинуть она не может а вот сама здесь она отдаст мы оппонируем что ну да может быть так оно и есть но а те которые избавляются от детей криминальным образом лучше пусть они их принесут если спасет хоть несколько малюток это будет очень хорошо поэтому это однозначно это правильно 13-летняя школьница из саратова которая вышла на крымский митинг 18 марта с синими и желтыми лентами сообщила жестком допросе которым она подверг подверглась в фсб ну это вот 14-летняя тут у нас школьница которая фотографии помощь мы показывали да и не просто говорили что посмотрели там с этими ленточками и притащили фсб вместе с родителями допрашивали причем тронули самое слабое звено то есть самую маленькую уже повзрослее не стали никого дергать ну что ж я шпионку поймали да тем людям которые здесь по крайней мере в саратове живут могу сказать вот есть такое случается вы на мою помощь можете рассчитывать ради бога мы вам дадим адвокат пойдет вот фсб и поверьте больше к вам никто никогда больше из фсб не придет потому что они замучаются потом по судам ходить надо ребятам кавказцам одевать желто зеленые ленточки желто-синие да и ходить с ними на те которые понимают всю правду жизни потому что ни один долбаный фсбшник не арестует ни одного кавказца потому что вы трусливые вы трусливые вы только девочки 14 допрашивают ручные ручных всегда лев для конечно зачем вот нужно с каких с какими-то воевать иди он дадаева арестовали алимханова да не но вот этого какого-то кадыровского родственника так как целым кремлем его бегали арестовали и спрашивали разрешение путина он сидений я я который в год и в госинстве а как это наваляли сразу всем ментам там по дыне и все и он ушел никто его не испугается без самого эту слабенького деле там еще какие-то же ребята были они подумают вот сейчас мы их арестуем получим от них люлей ну потому что а кто же за нас заступится нету путин-то раз был и не туда условно говоря а потом там трусов же набрали за последние ну там мажоры в основном но они в трус мажоры и коммерсанты а коммерсант имеется ввиду коммерсанты не настоящие коммерсанты от милиции такие коммерсанты 19 человек арестовали в москве без объяснения причин по неофициальной информации их задержали за акцию против валютных ипотек да как странно то есть там она была особо не согласованы их просто всех посажали причем я так понимаю что половина просто рядом стояли даже те которые я так понимаю не знаю за человек погрузили ну всех до кучи там кто-то проводил акцию всех кто вокруг до кучи всех схватили потом разберемся фамилии как вот как они такой вот какой-то спектакль гнусный да да сейчас читаю москве был задержан арестом замначальника департамента департамента имущественных отношений министерства обороны александр горшколепов александр горшколеп тот который на месту василий да как в этом в кинза за тетку женщину вынули горшколепову поставили ну вот недолго он на этом месте проработал я поняла что что там бизнес такой горячий поэтому раз раз сделал что-то есть иди садись следующий следующий бождаем место до житель ямала умер от спайса на поминках умерших от спайса друзей ну классика вообще то есть у меня прислали несколько вот этих выдержек вот по поводу этого горшколепова который после васильевый пошел следом потом вот этот нас по спайсами поминал умерших от спайсов жесть трое везли хранить ну да и шофер получили увечья только который в гробу ничего мвд предложила ограничить скоро я не нет и не прочитал главного на урале пьяный майор полиции на вазе врезался в машину в которой сидел пьяный капитан полиции да то есть пьяный майор протаранил пьяного капитана все довольны в общем все счастливы и при этом мвд предложил ограничить скорость движения для водителей новичков то есть вот селя пьяных майоров не не нормально 70 километров в час то есть представляешь вот при наших дорогах вот даже ту дорогу которые эти уроды сделали на красную поляну который стоит дороже всего она в один ряд в один ряд вот там будет ехать водитель новичок 70 километров в час почти всю дорогу сплошная и вот представляешь какой хвост будет там везде будут одни хвосты потому что водитель новичок будет соблюдать правила ехать 70 километров в час а сквозь стать я помню в испании был в двенадцать шестом году я взял этот итальянскую машину то господи fiat темпра а у него был перегретый свежий годовал и перегретый двигатель и больше 155 он не едет так меня прокляли на дороге вот домохозяйки справа и слева пролетали всем не сигнали ли лох козел потому что они все 200 ехали вот я и был нормальный то есть никому в голову не придет сказать давайте езжайте 70 километров до зачем прошло это был девушку году прошло 10 лет и я ехал в 2006 году из сочи меня вот когда я ехал в испании обогнали все вот вообще не был никого кто ехал бы медленнее 155 все меня обогнали это самое причем сын маленький у меня было бы папа ты не можешь ехать быстрее я говорю сынок не могу газ до полик машина не едет вот ехал из сочи через 10 лет в саратов ехал тоже со скоростью 155 160 километров в час даже нет ну вот в таком режиме не было ни одного который бы меня обогнал там не было ни одного кто бы меня не обогнал а здесь через 10 лет нет ни одного кто бы обогнал вот потому что совершенно разбитая убитая дорога вот такая ну все плохо дороге надо делать они скорость новичков ограничивать а меня не интересно такой вопрос как они будут контролировать это как у его останавливают эту радость начать вот смотри вот но ты же понимаешь он же не все нарушения контролирует вот если он с радаром он контролирует нарушение скорости скорость 90 не а у них сейчас от видеокамера она и скорость показывает и все он закопается до чего нет я понимаю но ты же понимаешь да условно говоря для этого его надо остановить да если он едет 90 надо еще доказать что там новичок за рулем но вот эти камеры уже не с не работает правильно получаешь то есть это уже нарушение предполагать что у камеры вообще камера уже это на экипажи вас а если его остановил по другой причине полицейский по другой он же не может остнаaped его за превышение скорости искать я вас останавливаю за превышение скорости может остановить за что-то другое и сказать о да вы новичок тут еще какие то вещи но тогда он должен останавливать других людей просто так что проверить не новичок ли он да нет он останавливает и проверять все они собирают бабки он будет смотреть аптечку будет смотреть но ему надо фиксировать скорость Ты же понимаешь, гаишники так не делают. Да зачем? У нее видеокамера, она все фиксирует, ему-то не пофигу. Ну, он останавливает по причине конкретного нарушения. Сейчас же в законе написано, или я что-то не понимаю. Нет, ему пофигу. Он тебе скажет все, что угодно. Меня, я тебе говорю, остановил гаишник, я выезжаю, останавливают гаишник. Я про закон сейчас. В законе написано. Если тебя остановили, то остановить могут только за что-то. Он тебе объяснит, за что он остановил. Нет, я понимаю, но если он тебя остановил за другое, а это предъявляет тебе первое. Да он для проверки документов может остановиться. Не может. Да как он скажет, что это подозрительная машина. У вас там не тот номер. Там же написано, где, когда он может это сделать, где не может это сделать. Нет, ну в ночное время не может на трассе это сделать, а так-то он везде может это сделать. Я тебе рассказываю, просто меня останавливают гаишники. Я поехал, он говорит, там знак висит, поворот запрещен. Я говорю, там нет знака. Ну, он говорит, а там двойная разделительная полоса. Я говорю, ну там лед, и ее нет, этой двойной. Ну мы с ним спорили. В конце концов я его послал нафиг и все, он подвязал ушки и уехал. Но парадоксальная ситуация. Сейчас лед сошел, там нет двойной. Там одна разделительная полоса и в том месте, где я проехал, она прерывается. То есть можно проехать. Представляешь, вот эта сука стояла. Ты фамилию не запомнил. Мы сейчас сказали. И адрес. Надо запоминать фамилию, адрес все дела. Представляешь, то есть у какого-нибудь вот лоха он бы развел. Может и развел там и нет. Стоимость полиса ОСАГО с 12 апреля вырастет на 40-60%. Привет от Гагарина. Ну что тут говорить. Им нужны деньги. Цены на ОСАГО полетели в космос вот с 12 апреля. Понятно, что и сейчас все, что связано со страховкой, крайне выгодно для них. А тут еще они будут увеличивать. Потому что они говорят, ну это потому что сами страховые выплаты увеличиваются. Да, крайне редко сейчас вообще что-то можно с кого-то получить. У нас полтора часа уже. Мы сегодня не успеваем все новости. Ну давай, тогда мы вот на завтра перенесем про ИГИЛ. Вот антиправительственный протест Билиси. Фоторепортаж там. Есть у тебя эта фотка? Нет? Знаешь, как на Украине ИГИЛ называют? Как? Ну я думаю ИГИЛ. Я просто вспомнил анекдот про пиво. Вот интересная тема. Выходку журналистов раскритиковали в германском обществе. Вот напечатали. Шпигель напечатал фашистских командиров и с ними Меркель. В обнимку. А не в обнимку, а там же она другая. Они такие черно-белые. Они цветные. Она цветная. И в общем-то вот Сказали там, выступали, сказали, что это бульварный мусор и так далее. И вот странная вот ситуация. Это те люди, которые кричали там про Шарли, что там, а это им не понравилось. Вот почему? Почему так? Во-первых, я вот честно тебе скажу. Я считаю, что коллаж добился, он коллажем своей цели. Шпигель. То есть, что он показал? Ну, конечно, он показал, во-первых, нелепость претензий к Греции по поводу репарации. Ну, там же сразу видно, что Меркель не фашисты. И все, что время изменилось. Ну, и вот эти вот постоянные такие, да, ефрейторские требования Германии к своим сотоварищам по Евросоюзу. Они тоже, то есть, с одной стороны, они ее прокатит, ну, показали, да, показали, как такого фельдфебеля, да, там, такого ефрейтора германской армии, а с другой стороны показали всю нелепость. То есть, хорошо, коллаж очень хороший, я считаю, абсолютно... А чего это самое, и что, какие к ним оргвыводы, их закрыли или... Не, 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 ну, понимаешь, что это... Кому-то не нравится, вот нам понравилось, я думаю, что и в Германии полно журналистов, которым понравилось, полно, а каким-то недожурналистам не понравилось. Ну, это там очень многие политики, понимаете, пусть, да, вот настолько вот этот комплекс вины силен, и до сих пор Гитлер трахает. Вот немцев Гитлер трахает до сих пор, давным-давно его нет, а они все еще... Да, и нам, я... Это ужасно, вот этот вот комплекс вины, это самое страшное. Я когда, ну, нации. Так, форма все равно красивая. Тут меня вот спрашивают про поводу Грузии, там вот вопрос, а вопрос незадачно, Илья его не увидел, тут просто грузинский флаг, я не знаю, что ответить. И вопрос Мальцу, что вы думаете о Михаиле Саакашвили? Ну, я думаю, что было бы неплохо с Михаилом Саакашвили в столь сложный период для Грузии вернулся бы управлять ей. Потому что пока в России есть Путин, Грузии безопаснее, если у них будет Саакашвили, а никто... Ну, и так чисто по-человечески, если грузины хотят дать пощечину Путину, то это будет очень хороший пощечин. Да. Да, прям такое будет, ну, как это по-русски, дать леща, да? Леща, да. Тут вот еще в Британии перезахоронили останки Ричарда Третьего. Это надо сказать, а то завтра новость будет уже, как бы, не новость, да, они вчера перезахоронили. Ну, вот там многие пишут, был ли он злодей, не был ли он злодеем, был ли он урод, как вот у Шекспира в Ричарде Третьего. Ну, или там сколиоз какой-то был. Почему и опознали, там, вроде сколиоза, и провели ДНК какой-то анализ. Ну, я что могу сказать? Да был ли он вообще? Да. Вопрос первый, да? Нет, ну, можно сказать, вот, единственное, что про Ричарда Третьего, можно сказать, достоверно, что он был абсолютно храбрый человек, да? То есть, то, как он погиб, когда просто погиб от того, что не захотел сдаться, просто, то есть, окруженный, ну, ловить нечего, решил умереть в бою. То есть, это достойно, можно снять шляпу. Сейчас таких людей, ну, единицы, так скажем, особенно среди королей, да, вот те, которые сейчас, а почему, знаешь, потому что подлый народ, в основном, выбивается туда, наверх. Какие бы вот они ни были, все равно, ну, для них вот это очень важно было, честь. Так. Вопросы, да? Вот мне Барон Мюнхгаузен написал, думаю, с Немцов земля ему пухом был бы лучше, окажись он на месте Путина. Ответ, я, это анекдот. Вот, я думаю, Путин был бы лучше, окажись он на месте Немцова. Очень хорошо вообще. Так, а вот Владимир написал, россияне уже 15 лет наблюдают затмение, однако 84% из них считают, что видят солнце. Вот, Сломатин обратил внимание, что Путин почему-то на себя колорадскую ленточку не цепляет, когда вся вода ходит, увешанная с ног до головы. Но он и в единую Россию не вступал, если вы знаете. Он хочет, как бы, над лохами доминировать, что он не такой, он над всеми. Так, вот Лавров Вован пишет, да, у Вована такой, этот, фотка там очень хорошая стоит, бабушка такая, которая похожа на Путина, ну, знаменитая эта фотография. И вот пишет, Лавров Сергей Калантаров, армянский еврей, родом из Тбилиси. Это правда, это правда, да. Калантаров, ну, папа его Калантаров, это 100%, так что. Лавров от фамилии мамы, ну, обычная картина. Так. Чего же его евреи тогда не приструнят? Ну, не знаю. Слава, расскажите о слюте фашистских партий в Петербурге. Ну, а что рассказывать-то? Путин, я так понимаю, через своих собрал там представителей националистических движений в Питере. Для чего Путину это нужно? Ну, как ты говорил, перчатки бросают. Да, да, это бросание. Только для, вот, западла, да. Больше, больше не для чего. То есть, то же самое, для чего там Липен деньги дают и так далее. Это для того, чтобы показывать, что мы вот вас как можем подразнить. Вячеслав, посоветуйте посмотреть фильм «Дурак». А я сам не смотрел, надо посмотреть. Поэтому не можешь советовать. Да, я не могу советовать. Давайте я сам посмотрю. Тогда посоветую. Как вы относитесь к Григорию Климову? Нормально. Мне уже проклимал постоянно, спрашивает князь Меркси его там, имя Майя Легион. В общем, я думаю, что многим бы стоило это прочитать, чтобы некоторые вещи понять. Он слишком все в такой, в гротескной форме передает. Слишком он, конечно, гипертрофированно, выпукло это делает. Ну, в этом есть смысл. Ну, пишет он хорошо. Да, вырождение имеет значение в общественной жизни. И очень серьезное значение имеет. Что вы думаете про грузинские реформы? Ну, вы говорили, что те реформы, которые были относительно полиции, экономические реформы, они сыграли положительную роль. То есть, это вот то, что мы сегодня говорили про Сингапур. Вот, был бы я в Грузии, я бы делал все иначе. Саакашвили делал так. У него получилось. Многие задачи в политике, вот удивительно, люди всегда думают, что задачу можно сделать. Можно решить только одним каким-то путем. Вот приходят там большевики, они говорят, да, вот так надо решать. Приходит либерал, вот так надо решать. Задачу надо решать системно. Но нельзя решать задачу так, что вот часть будут решать большевики, а вот в секунду будут другую часть решать либерал. Так ничего не получится. Никогда. Поэтому нужно... Вот у Путина так система. У Путина так работает его система. На самом деле нет у него никакой системы. Финансами заведуют либералы. Да, да, да. А этими заведуют силовики, губералы и так далее. И вот все враздра. И тут еще Кадыров. Да. Со своим войском. Вопрос. Лавров стал полным кавалером. Орден за сослуги перед Отечеством. Также он получил церковный ордер. Орден, наверное. Ордер он получит, когда мы к власти прием. Но вот повесит он себе награду в камере и будет любоваться. Да, скажите пару слов об этом воистину великом человеке. Ну, мы уж сказали, о нем много говорим. То есть он пытается на себя примерить. Лавров примеряет Лавры. Ты говоришь, что это петросянство прикалываться над фамилиями. Я, честно, так скламурен. Не, она тут не нарочно. Вот он примеряет Лавры на себя и Геббельса. Я все-таки думал этого, Риббентропа. Риббентропа это, безусловно, по должности. А он еще пытается одновременно, как тот еврей на дому еще будучи царем, шить. А он еще и Геббельсом хочет быть, понимаешь? И вся его вот эта вот команда, которая называется МИД, это какая-то вот это министерство пропаганды. Причем они на полном серьезе считают, что они должны так делать. То есть вот там запугивать каких-то бедных датчан. Ну да, они, ну как и у Орвелла, да. И у Министерства иностранных дел все наоборот. Иностранных не в том смысле, что они с иностранцами общаются, а в том, что они нам рассказывают про иностранцев, какие они плохие. Иностранных дел. На самом деле это действительно министерство пропаганды иностранных дел. Так, можно мягко назвать по-путински, министерство по делам наших партнеров. У Путина женский склад, умал живый, мстительный, алчный, недалекий, трусливый. Ну, не обижайте женщин-то Христа ради. Я очень люблю женщин, я ни в коем случае не могу сказать. Женщины смелые, гораздо смелее мужчины. Это же совершенно очевидно. И лживыми тоже трудно. Я не знаю, мне может быть в жизни везло. Поэтому нет, я бы не стал его сравнивать с женщинами. Я бы Путина вообще ни с кем не стал сравнивать. Это нечто такое отдельное. С каждого банана проданного России получает Путин. Вам будет интересно. Что интересно, не знаю. А может ссылка? Да. Путин забыл. Честь дороже победы. Откуда у него может быть честь? Давайте завтра о Путине поговорим. Сегодня, ты представляешь, мне там три десятка человек вопросы задали про Путина. Может быть, и надо будет завтра поговорить о Путине. Спасибо. Да, спасибо большое сегодня за эфир. Я все показал, что ли? Что я сегодня не показал-то? Вроде все показал. До свидания. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует...